как всегда в тёмную дуба с вами вспомнил чик я приветствую с мои дорогие подписчики надо найти фанатиков надо найти фанатиков я бы хотел бы к ним присоединиться но как это а это случаем не ты приспособиться и преодолеть сказал кто это сказал хрен его знает возможно вот они они послали персива и он мне как раз и говорю чтоб его я нашел его оказываетесь перед мужчиной одетым изысканно украшенную робу он стоит высокий и уверенный в себе с точенным лицом и сияющими зелеными глазами за какие иной мог бы убить более поражает в нем его необычный взгляд он кажется неизменным нейтральным но всякий раз встречаясь с ним вы воспринимаете его по-разному в один момент он кажется доброжелательный мудрый даже отцовским другой моменту заставляет вас чувствовать себя беззащитным и внимающим он говорит без усилий спокойно в неспешный момент вы оказываетесь перед надо это все читал то черт это эволюция брат я посланник персивали я являюсь членом института черта бояться нас не стоит и бы мы никому не угрожаем хотя наша внешность может предполагать иначе я стараюсь не судить по внешности предупреждение разрушительно для человека и я рад что вы не попали в эту ловушку конечно если то что вы говорите правда все же нельзя не признать потенциально отталкивающий вид нашего одеяния наши униформы обычно описываются как отвратительные или жуткие но как я уже сказал предупреждение может лишить человека мудрости продолжить с другой стороны они создают нам неповторимый и выделяющийся образ который призван символизировать регенеративный цикл самого черта сейчас он лежит в глубоких пещерах бесформенной перестраивая себя будучи готовым он возродиться новым усовершенственным существом приспособленным к этому миру наши робы возносят хвалу этой перемене ибо мы тоже претепеваем изменения и когда роба станут а спадут мы предстанем в нашей новой усовершенствованной форме звучит интересно а любопытно что вы можете рассказать мне про этот институт черта которому вы принадлежите институт черта это учреждение посвященное чертизму основанное эйденом который первым открыл черта почти столетия назад чертизм это идеология основанная вокруг черта существа которое обладает и приносит нам не сме римом знаниями является ключом к вознесению эволюции человечества к новым высотам буквально смысле научный метод лежит в основе всего что мы делаем мы изучаем существо его полный геном и учимся у него затем мы применяем знания на практике расскажите мне побольше я зацепил ваше воображение хорошо черт существует как физическое существо видимые ощутимые но не способны полноценно общаться с нами в своем нынешнем состоянии но он подарил нам свою плоть и через научный метод как я уже говорил мы обнаружили такой факт что то что было ранее считалось мусорной днк на самом деле содержит генетический код который служит своего рода резервной копии для существа более подобное объяснение длительно а подробное объяснение длительно и потребовало бы времени и желания это невероятно рад что вы заинтересовались он делает небольшую паузу затем продолжает вы знаете что мы проводим лекции о чертизме здесь в курсите если вы хотите узнать больше приходите на одну из наших лекций я думаю что это более эффективный способ погрузиться в тему доказано улыбается я хотел бы присутствовать на лекция которую вы упомянули очень хорошо или как некоторые из нас чертиза сказали бы верховы на на самом деле мы довольно скоро проводим лекцию если вы про подождете остальных немного мы сможем начать начать лекцию давайте я нашел вас это будет интересно спасибо всем что нашли время прийти сегодня сюда и за доверие к нам в самый разгар того что происходит в последнее время в курсите как известно нечистые безликие несут разрушение всюду куда дотянутся их костлявы руки и мы чертисты знаем это не понаслышке у нас и долгая история вражды с этими чудовищами и мы всегда стояли у них на пути мы понимаем что в трудные времена может быть не просто довериться неизвестному но удивительно чаще всего именно опасное положение побуждает людей искать другую путь поверьте моим словам на этой лекции вы услышите только полную и не приукрашенную правду об истинуте черта чертизме и что они могут предложить вам давайте начнем прежде всего думаю необходимо сказать что мы вовсе не религиозная секта как многие говорят мы не поклоняем все воображаемым существам богам дьяволом или тому подобному наши рабы не призваны устрашать а роба наверное не призваны устрашать они имеют символическое значение которое будет объяснено вам позже все что я расскажу вам во время этой лекции основано на веских доказательствах на исследованиях на научных изысканиях каждое мое утверждение базируется на тщательных и обширных исследованиях проводящихся в стенах института черты под бдительным оком эйдена и его основателя но что же такое черт черт это необыкновенный многоклеточный организм обнаруженный эйденом почти столетия назад глубинных пещерах а в глубинных пещерах мы полагаем что это один из старейших живых организмов приморс примортикальное существо он совершенно бесформен он существует в состоянии регенерации которая он впадает всякий раз когда в окружающей себе происходит значительное изменение требующая новой формы для выживания эйден обнаружен создание во время текущего цикла регенерации и она позволила ему изучить себя то что он узнал в ходе этих исследований было поистине изумительно но сперва коснемся понятия некодирующий или как говорят мусорной днк некодирующая днк попросту говоря это последовательности днк организма которые не кодируют белкованные последовательности и поэтому не выполняют прямой биологической функции например почти 98 процентов человеческой днк является некодирующий и только около двух с его геном отвечаю за то чтобы вы есть как вы выглядите как себя ведете у черта эта величина составляет лишь 0 5 процентов но если бы быть немали секрет его некодирующие последовательности служат всего рода биологическими резервными копиями из которых существо может восстановить свою кодирующую днк если она повреждена радиации мутации или просто большим числом репликации и модифицировать и адаптировать его для конкретных нужд короче говоря он может повторять процесс регенерации адаптации до тех пор пока не построить себя заново в идеальной форме для мира в котором живет это и обнаружил эйден ну что еще более удивительно это тоже так это то что это знание позволяет нам сделать то же самое с человеком вскоре родился институт черта объединенные одной идеей направлением эволюции человеческой расы именно это отражает и идеология чертизма мы сохраняем черта и ценное знание которое он даровал нам чтобы вознести самих себя к новым высотам мы живем в разрушительном мире и окружающая среда не единственный наш враг просто вспомните недавние события и вы меня поймете институт черта ставит целью подготовить человеческую расу к выходу из этих темных пещер на поверхность повторюсь все что вы сейчас услышали подтверждено неизбежными проверенными фактами черта это эволюция и эволюция ты черт никуда не деться без одного или другого если мы хотим предотвратить свою неизбежную гибель на этом я закончу свою конкретную лекцию знаю у вас много вопросов братья и сестры и знаете что на эти вопросы могут быть и будут данные ответы чтобы получить эти ответы вам нужно отправиться в лесу черта верхней подземки и стать чертистом только так вы сможете получить доступ ко всем знаниям которые мы обладаем и помочь нам лучше понять черта чтобы спасти не только нас чертистов но и все человечество пожалуйста помните что черт важен для нас как и для вас и мы обязанности эти знания всем кто готов слушать как сказал эйден мы можем и мы должны я надеюсь вы узнали что-то важное на этой лекции это на сегодня все спасибо и черт направит вас как интересно а что дальше я бы хотел обсудить самим хорошо брат скажите мне вам понравилось это было интересно я действительно заставила меня задуматься мне очень приятно это слышать как я уже помню во время лекции если вы желаете получить неограниченный доступ нашим знаниям вы можете посетиться в верхней подземке очереди людей выстраиваются во дворе института ожидая быть приняты в члены нашего учреждения хотя конкуренция сильна те кто обладает определенными способностями всегда будут иметь преимущество пожалуйста подумайте об этом брат что может сказать не про олигарх олигархи позволили нам находиться здесь под их защитой нам разрешено распространять знания беспрепятственно хотя и есть определенные касающиеся их вопросы которые можно было бы прокомментировать я лучше не стану делать этого на мой взгляд это было бы невежливо с моей стороны как гости я пойду черт направит вас ну это это хорошо я получил хоть маленькое задание это рик какой-то здравствуй рик х хош что там вы счетом он говорит короче даже не могу это прочитать я не понимаю слове какая секретарь и так понимаете же какая страша бывать и неинтересно на это наверно закрыта до норм ты кто такой но подходите к блондину своего среднего роста держащего в руках настоящую книгу которую он молча читает он падает одет в стильный дорогой костюм и носит столь же модную обувь на которой незаметно ни пылинки между тем его телосложение совершенно не впечатляет как его прилизанные волосы кажется что обычный юджанин мог бы с легкостью переломить его пополам без особых усилий он захлопывает книжку окидывает взглядом и начинает трогать совершенно необычного приветствия чем у прихожей что я вижу вы тоже из не ученых но меня этим не в ломе что это же корсите в конце концов неважно раз вы уже здесь я могу научить вас хотя бы немного слушайте вы только что слышали как я говорил с вами на а 2 я за современной модернизированный и улучшенной версии языка который использует большинство из нас все обяза как я буду называть его видите ли я давно чувствовал себя недовольным и устаршим от всех несоответствий и как бы тут выразиться несоответственности все обяза так что я профессор норман хак из университета диск в один прекрасный день принял здравое обдуманное решение выкрыть выкрыть время есть есть и сделать все возможное чтобы свести весь этот косневевший беспорядок в один красивый ласкающий ухо языконку крутецкая завякова он несколько похож на все люди иди ты в жопу я не хочу даже это слушать ну тебя нафиг ты еще безумнее вот этих вот людей лечит меня еще что мозги не пробывает вот это точно какой-то сектант на его нафиг поехали наверх на верхней этаже опа верхняя станция метро я к фанатикам поехал ухты форт апогей станция пельмоз лаборатория опиона университет никуда что за лаборатории пион охренеть у меня возможностей можно еще вниз спуститься сэмми элла или зилла молодая женщина встречает вас широкой улыбкой обнажив щель между резцами а также тот факт что большинство зубов я же нижняя челюсть незаметно искривлены будто кто-то взял горсть разноцветных зубов и просто давил ей десны пока они там намертво не застряли однако же все вне всяких сомнений это совершенный улыбка обладает уникальным очарованием приветствия не заставляет ждать ах добрый день мистер меня зовут зилла а вы должно быть голодны а просто еда да не даже не нужна милина если я просто вниз спущусь куда меня это приведет а вот хреном узнать где это я вообще нахожусь еще выше подняться может понятно это с другой стороны вышел водильник водильник ящик эта зона установка других ловушек допускает установка ловушек подальше от глаз то есть если если я открою это временно это охраняется снайпер снайпер боец какой-то вообще непонятно где вообще все сгнило большая куча хлама это куча барахла не может заложить ничего кроме ужасной вони мухи однако же думают иначе через ничего нет а просто так сюда пришел только за гильзами сюда можно выйти куда-то уйти эти куда охренеть куда я попер пошли мне надо как-то сектантом на верхнем уровне найти собака бандит они меня будут атаковать сохранить наверное если я к ним близко не подойду они меня даже не тронут не вообще на меня пофигу какие огромные здесь локации теперь ясно почему там говорилось то что здесь можно путешествовать в течение часа по всему этому месту по всем этим местам ух ты там смотри сколько их а какие красивенькие стоят вот эти уже будут мне нападать вот как раз таки я на них прокачаюсь такое себе понятно куда я полез вектор кино не его молочи бесполезно с ними сражаться они по-любому начинают первыми это меня станет бросать гранату и я граната посудов на этом году там граната третьего уровня и мне просто здесь делать нечего я то вторыми эту результат if хластика бандиты пожаловать называется яίпа куда не прошло не пошел просто лох какой-то мальчик для избиения сейчас покрасу охожу поищу чего-нибудь можно эту мощность нет Шо это такое? Кассовый аппарат, холодильник. Ничего себе, она мне урона сносит. Загрузится. Давай загрузимся. Нормально, тут мина лежит. Я ее даже не заметил сразу. Я ее даже не вижу. Никак вообще. Ну и ладно. Что это за знак? Станция Никс. Охренеть. Куда? Че? Зачем? Ну, возможно, просто надо было на верхние этажи подняться, а я куда-то тут забрел. Здесь просто пустыни хрена нету. Давай осмотримся. Я слышу собак. Наверное, они за этой дверью. Заблокируем его с другой стороны. Ну да, я нихрена это не открою. Как-то по-другому это открывать надо. Вот это что такое? Хакер 150. Ну, это у меня есть. Сейчас я батареечку вставлю, и все будет. Это эмиграната. Отмычки. Где на этом батарейке? Ампула с кислотой тоже хрен всякая. Надо же. Давно я не находил что-то такое, чтобы можно было скрыть. И опыта за это получить. Ягуар, патрон и отмычка. Сблокировано с другой стороны. Вообще никак не открывается. Ты смотри-ка. Как бы я не пытался сюда проникнуть. Здесь все какое-то закрыто. Здесь тоже ничего нет, да? Знак только. Держись. Окей, я держусь за свой автомат. Энтон, мне не нужно говорить. Это я и так знаю. Еще куда-то уйти можно. Здесь куда-то уйти можно. Может здесь как-то пройти можно. Опа. Ничего нет. Не видно. Нет тут ничего. Что это за места такие? Опа. Я хотя бы понял, куда я вернулся. Это можно круголя дать. Странно, что эти бандиты меня не трогают. Ну, я давно так не путешествовал по разным местам. Осмотримся. Ничего нету. Ничего нету. Опа. Взлом замка 90 нужно. Ничего себе. Видимо, я сюда точно не по уровню иду. Мне нужно сначала что-то делать. Где мне вообще качаться-то? Я каждый раз какого-нибудь урода встречу. Это же ужас становится для меня. Мусорщик. Эй, тебе сюда нельзя проваливать. Ну, ладно. Там стеллаж, там что-то, чтобы открыть 90 нужно. Вообще, мусорщики здесь живут, да? Эти прям их хоромы. Надо сохраниться, а то пока они меня не застрелят, боевых действий всё меньше и меньше становится. Я, по большей части, сейчас просто исследую. Эй, пещерный человек, тебе туда нельзя. Ладно, я запомню. Хорошо. Но он всё равно идёт. У меня приказ-то всё равно остаётся. Туда идти. Интересно, я хоть тут найду. Отступник какой-то. На этом случае мне он. Охранник здоровья с вами, поднимая ствол. Тут ничего интересного, вали. А что тут приходит? Частная вечеринка, если я скажу, мне придётся тебя убить. Ну, до свидания. Ёб твою мать. Ни с кем вообще поговорить нельзя. Мне просто все нахер шлют, и всё. Как интересно. А тут у нас что? Надо осмотреться. Мало ли, может, мины лежат? Не, не лежат пока. Шкафчик. Ещё один шкафчик. Пусто. Ну, это логично, что я здесь ничего не найду. И опыт. Эх. Как так-то? Что мне со всем этим делать? Почему здесь такая огромная территория? Бандиты. Ты ж, блядь. О, убил одного, надо же. Ну, наконец-таки. Чё, всё, они вышли из этой херни. Ну, он отхилился. Спринт. Не добежал до меня, правда. Теперь обычный выстрелил его. О, он сдох. Ещё отходим. Он ещё по-любому отхилился, ко мне побежит. Спринт он использовал. Ух ты. Надо на него что-то такое наложить, чтобы прям он не добежал до меня. А то это будет плохо. Так, страх, пожалуйста, наложись. Да, всё, наложили на него страх. 71% попадания. Ну, хоть так. Да, он побежал-то. Попал. Упс, чё ещё? Попади по нему. Он попал. И отходим, потому что он сейчас отойдёт. От своего этого. Только 25% фану, да, потому что я тоже. Бля, чё я натворил? Чё я натворил? Ёбаный в роток, не убей меня. Да, и вот это я глупость сделал. Кувалда, нахрен. Мне нужна только вес. Пинты у него были. Шприц, граната, о. Гранату затраченную обратно вернули. Патроны продаем потом. Классная граната, крутая. Оставлю себе. Мне их уже мало. Пусть здесь остаётся. С одного бандита столько опыта, а? Адреналин, опыт, деньги. Столько опыта. Практически под пищей дают стимулятор. Я хоть отхилиться смогу? Ничего себе тут у них в помойке валялось. Какая дорогая штука. Вот это. Я 50% хп себе сделал, да? И перебинтуемся. Пойдём дальше кого-нибудь искать. Не знаю, что я там могу найти. Походу, ничего хорошего, это точно. Хорошо, что я ещё вот этих патронов... А, нет, я их ещё не накрафтил. А сюда выйдешь? Да, и он сразу же ошибка вылит. Конечно же! Конечно же! Как же без тебя-то, моя милая ошибка? Как же без тебя? Без тебя-то никуда. Ну, куда это меня привело? Что? На нахрен! На 100 с чем-то! Охренеть! Что здесь происходит? То есть я первый никак атаку не начну? Не, начал ты, смотри-ка. Но у меня сейчас гранаты нет. Я не знаю, сколько их там. У него сопротивление было. Оглушённый. На тебе, я сейчас выстрелил. 62. Сколько там их ещё? Чувствую их там до хрена. Морозник он идёт. Смогу я его убить? Сколько? 220. Должность. Попаду. Да, я даже не надо бы прицельного выстрела использовать. Нахрен. Просто уходим. 630 опыта свои получили и сваливаем. Их теперь тут меньше будет. А я свалить-то смогу? Не знаю. Чё-то так всё грузит, грузит. Там, видимо, их очень, очень, очень много. Раз у меня так сильно грузит. Самое главное, чтобы мне никто сейчас задницу стан не дал. Пироман. Пироман. Ёб твою мать. Ещё один пироман. Не, ребят. Давайте не будем. Давайте не будем. Ну, а в жопу. Я так не играю. Ну, вас нахрен. Вас там слишком много. Вы слишком жирные. Вы очень жёстко не можете подсрачники кидать. Ну, тут ещё один проход. Я до следующего уровня, как до Китая. Путешествовать по метро можно. Походу, я куда-то приехал, да? Знак. Это что такое? Университет. А-а-а. Я до неё добрался. Может, это то и есть? Та штука, куда мне нужно было? Хмурый мужчина. Да. Дафна. Походу, это именно то. Чертотист. Да, я здесь. Мне в университет надо было. Значит, миниатюрная молодая женщина, по-видимому, погружена в раздумья, устремив взор в какую-то далёкую точку позади вас. Заметив ваше приближение, она смотрит на вас и улыбается. Её щеки розовеют. Её голос имеет приятный тембр. Но время от времени немного хрипит. Будто он пострадал от болезни. Здравствуйте, незамкомец. Вы тоже пришли, чтобы вступить? Чартисты? Может быть, что вы можете рассказать о них? А, ну тогда становитесь в очередь. Ну, во-первых, позвольте представить, я Дафна, я... Приятно познакомиться. Вспунчик, приятно познакомиться, Дафна. Вспунчик, понятно. Ладно, Вспунчик, давайте поговорим. Что вы можете мне рассказать о себе? Я генетик из Литейки. Эти подробнее. Видите ли, я Литейная. Видите ли, Литейная это станция или город, называемый как хочешь, который крутится вокруг единственной вещи, добычи руды. Ну, добычи переработки и производства продукции из руды. Что добывается там? Да, но самый важный аспект заключается в том, что там нет места для, скажем, биологов. Это как рыбак на вокзале. Ему там нечего делать. В любом случае, мне пришлось уехать оттуда. Как вы там вообще оказались? Мои родители привезли меня туда, когда я была маленькой. Деньги были хорошие. Конечно, но если бы мы отправились в Солд Грейт или на проезд, были бы в золоте. Но что делать? Я оказалась там. Шли годы, я взрослела. Я больше не буду тратить свое время в этой дыре, сказала я себе. У меня есть собственные стремления. И я буду учиться столько, сколько смогу, чтобы выбраться из этой дыры и двигаться вперед по жизни. Не опасно путешествовать в утеньку, но технически более опасно жить в литейке. Я не преувеличиваю спунчик, не. Ладно, мне нужно идти, до свидания. О чертатистах я все узнал, то что хотел. Обыватель, море, скейл, ничего себе их тут. Обыватель, хмурый мужчина. Добро пожаловать в институт. Черт, странник. Вот Нина, с ним надо поговорить. Че, ты мне ничего не скажешь? Не принимает новых, надо что-то придумать. Что? А, или что? Грязный и дурно пахнущий старик, какие дают вас злым, змеиным взглядом, с легким намеком на умственно... но и отсталое. Зачем открывать рот так широко, будто его вот-вот стошнит. К счастью, ничего подобного не происходит, но лицо его по-прежнему перекошено, и он так ничего и не произносит во время этого своеобразного приветствия. «Привет, я в спунчик, кто вы?» Он громко кричит. «Что?» Я так понимаю, он и будет кричать. Понятно, с ним бесполезно разговаривать. А как мне к нему попасть можно? А вот дверь. Это, видимо, уже давно здесь ждет. Вы подходите к молодому человеку, стоящему в какой-то бочке с кипящим супом, который, судя по запаху, не столь опасен для жизни, как выглядит. Он одет сильно поношенную, но чистую одежду, которая, кажется, готова рассыпаться, если он встанет рядом с проходящим поездом. Его телошеджение с другой стороны гораздо сильнее. Красавец с мускулистым телом и чистой однотонной кожей с сочетанием с необыкновенно белыми зубами. Это делает его похожим на статую, созданную специально для того, чтобы просто стоять на месте и выглядеть хорошо. Мозоли и шерама на его руках, однако, указывают на обратное. «Привет, надо чего-нибудь?» «У меня были некоторые вопросы, если у вас есть время. Приятно познакомиться, спущик, я детрит». «Делать мне все равно нечего, если хочешь, спрашивай». «Можешь рассказать мне о себе?» «Поначалу он, кажется, немного смущен этим вопросом, но потом все же решает ответить». «Я, ну, я, я просто зонор из Корсити, ищущий лучшей жизни. Слышал про зону провала. Я жил там всю свою жизнь, ужасная местная. Ужасные люди, ужасная еда, если вообще удастся достать еды. И вообще там все ужасно». «Было ли что-нибудь хорошее в зоне?» «Семья?» «Пожалуй, ничего другого в голову не приходит. Но зона любит отбирать все хорошее. Чума выкосила всю мою семью, отца, маму, дедушку, пятерых сестер и двух братьев. Все старше меня. Никого не осталось. Так легко потерять жизнь в зоне провала. Но это чума. Это было чистое зло. Чума? Да, хаткорная чума задоминировала половину зоны несколько лет назад. Многие знают о чуме, потому что никто особо... А, немногие знают о чуме, потому что никто особо не заботился, что происходит в зоне провала. Но мы зонеры. Нам не все равно. Мне не все равно. Мои близкие ушли из жизни из этой трубочисткой заразы. «Как тебе удалось выжить?» Он пожимает плечами. «Повезло. Это должно быть была просто удача, потому что у меня нет объяснений. Почему смерть пощадила меня? Я никогда не болел за всю жизнь. Никогда не... Непростуды. Ничем более серьезным. Это интересно. Может быть, у тебя иммунитет к чуме, когда ты нибудь обращался к врачу?» Он разражается хохотно. «К врачу?» «Нет. Я же из зоны, помнишь?» «Ба. Да ты не понимаешь. Ты из другого мира. Это все просто удача. Все в жизни зависит от везения. Вот что я понял. Ты можешь быть в чем-то хорош, конечно. Но если не повезет, тут и сказочный конец. Ничего не поможет. Посмотри на мои руки. Я пошук вол всю жизнь. И все, что у меня есть, может вылететь в трубы в любой момент. Это безнадежно. Мне нас сейчас посчастливилось пережить чуму. Но не повезло во всем остальном. Он пожимает плечами, задумывавшись на мгновение. Глубоко вздохнув, он продолжает. «Ладно, хватит об этом. Есть еще вопросы?» Почему ты здесь что-то знаешь об этом месте? Это институт черта. Место, где живут чертисты. И делают все, что они делают. Я был на одной из их лекций в Корсити. Зачем читала хардкорно. Хотя, я не понял и половины. Как ни посмотри, тут намного лучше, чем в зоне. Он смотрит на вас после короткой паузы. Вот я и пришел сюда. По-по-по-тчасти, да. Может быть, лучшая жизнь ждет меня за этими тяжелыми воротами. Что-то я не знаю. Чертисты хоть и похожи на культ, но они все же ученые. Короче, я сам всезнайка. Всякая там наука мимо меня. Но основанная идея основанная идея в том, что мы все как-то связаны с этим чертом. У него ДНК похожая на наше. Но он может делать крутые штуки. Типа регенерировать и жить вечно. Приспосабливаться ко всякому. Что-то типа того. Самое хардкорное в том, что они чертисты хотят использовать знания, полученные от черта, чтобы улучшить нас. В смысле, позволить нам однажды вернуться на поверхность и жить там. Так. Кто тут поехал к старикам снаружи? А, не связывайся с ним пердуном. Он не дружит с головой, ходит тут и пугает людей своими погаными на зимненном том. Единственное, что он когда-либо говорит, что? Только это, ничего другого. Он не агрессивный, иначе бы расофоры уже разобоюсь размазали его кишки по полу. Расофоры? Так, чертисты солдаты называются если я правильно понял, наверное, это значит что-то хардкорное. Или типа того, потому что звучит очень странно, на мой взгляд. Ладно, пока. Слушай, они не говорили то, что те, кто знают человек в броне, рабочий, литейный, что? То, что те, кто умеют колдовать, проходят к ним без очереди. Если я просто что-нибудь сколдуем тут. Не? никак не среагировали? Море, скил. Как-нибудь можно так сделать-то, если я, к примеру, его напугаю, этого что? Сейчас я только сохранюсь. А то мало ли, надо как-то к ним попасть. Приди сюда и жди. Может, я какое-то задание мог для него выполнить. Они себе сагрятся на меня? Да, они просто все моментально на меня сагрились. А эти нет, смотри-ка. Этим пофигу. Мне кое-что интересно. Значит, если я всех этих уродов угандошу, то что это получается? Я смогу им пофигу. На, нахуй. Кранат аж прилетел, я залагал. После этого. Неужели одна из локаций, которая лагает? Так, не знаю, надо с кем-то здесь поговорить. Может, узнают кого-нибудь что-нибудь полезное. От Дафны, ну-ка, что там у тебя еще было? Что вы можете меня делать? Насколько я знаю, что черт это исследовательская организация, которая служит существу по имени черт. Предположительно, геном этого существа крайне уникален. И все, что они узнали от него, может быть применено и к людям. Я слышала такие высказывания, как направленная эволюция и покорение поверхности, но не могу комментировать их, пока не узнаю больше. Можете мне что-нибудь рассказать? Ну, я устала жить в этом грязном месте, и это одна из причин... Еще одна, ну, этому институту черту нужно больше спецвиз в области биологии, генетики и так далее. Я не говорю, что я специалист, но вступление к ним может быть первым шагом к тому, чтобы стать им. Ха, кроме того, я думаю, что они платят хорошие деньги, достаточно посмотреть на здание. Вы хоть знаете, зачем им так много ученых? Я знаю, что вы пытаетесь сказать. Все эти ребята какие-то злые культисты, которые проводят жуткие эксперименты и пытают людей. А если так, зачем вам к ним присоединяться? Ну, она делает длинную паузу. Честно говоря, я не знаю, что происходит внутри, но я знаю одно. Нет места в подземке, куда можно было идти и задавать себе тот же вопрос, спунчик. Весь этот мир испорченный, несмотря на странный внешний вид, эти чертисты кажутся... я имею в виду... А, то есть мне надо быть специалистом в одном из этих биологий или еще что-то, чтобы я смог туда попасть. Ну, я вообще не разбираюсь, я никогда в этом не разбирался. Так, единственное, ко мне пойти, я так не могу. Слушайте, я осторожно, если я почувствую что-то слишком странное, я не стану совать нос. Я не потерял все свои чувства, живя в летейке. Дошло? Нужно идти до свидания. Я не биолог, никто из этих, чтобы к ним вступать. Киев, Мойрис, Киев. Вы видите мужчину, бесцеремонно разглядывающего других людей во дворе. Он делает это с самодовольной улыбкой на лице и держит подбородок высоко задранным, словно позируя скульптору, запечатавшему его величие в бюсте. Как ни странно, он выглядит изумленным, когда вы к нему подходите и пытаетесь завести разговор. Ваши приближения встречают неудуменно вытаращенные глаза, после чего он переводит взгляд на свое тело, неизменив... Неизвестно почему, затем он понимает голову и говорит вам, «Ты... Ты меня видишь?» С него пальцы. «Охлопать вас, прекрати! Я не позволю кому-то жалкому, смертному прикасаться ко мне! Как ты смеешь?» Он задумывается на мгновение и затем отвечает, «Единственное разумное объяснение твоей способности видеть меня должно быть особый дар». «Какая-то особая сила смертный, да-да, вот в чем дело». «Ох, спасибо за информацию, утащи кто такой?» «Экейл, повелитель невидимости, я единственный, кто по-настоящему освоил искусство попадания полной незаметности для невооруженного глаза. Попадание подходящее теме для того состояния, я первый придумал его». «Звучит довольно круто, конечно, я понимаю, что такое божественные вещи могут поразить воображение смертного существа вроде тебя, да? «Не будешь ли ты так любезен сказать не свое имя?» «Спунчик, спунчик, говоришь, смертное имя, действительно». «Хорошо, давай поговорим о твоем даре, да, давай». «Скажи мне про этот твой дар, как ты впервые заметил, ты видишь невидимых людей?» «Я никогда раньше не видел невидимых людей?» «Ты, кажется, не понял вопроса, я... с вами смертными так трудно, давай попробуем так, я не видим, ты можешь видеть меня, таким образом, поскольку простые смертные не могут видеть меня, но ты можешь... у тебя имеются некоторые способности, которые позволяют делать это, таков единственный логический вывод, есть и если ты...» Он не заканчивает фразу, и его взгляд блуждает по округе, и он начинает чесать бороду, вскоре он указывает на вас пальцем и говорит «Теперь я понимаю, почему ты так смущен, ха-ха, но ты еще никогда не видел невидимого человека, потому что невидимых никто не видел». «Что?» «Ты не можешь ответить на мой вопрос о том, когда ты впервые заметил свой дар видеть невидимых людей, потому что ты никогда еще не видел невидимого человека». «Я Кейл, повелитель невидимости, есть первый невидимый человек, которого ты смог увидеть, поэтому существование твоего дара приводит тебя в замешательство». Чтобы узнать, способен ли некто видеть невидимых людей, он должен сначала видеть кого-то невидимого, его мозг должен осознать, что видел кого-то невидимого, но поскольку он никогда не видел невидимых, потому что не было рядом никого невидимого, кого он смог бы увидеть, то о его способности видеть невидимых людей ему неизвестно. Поэтому, когда наконец-то появился невидимый человек, который он сможет увидеть, он не осознает эту факту, способен видеть невидимых людей. Он считает это невидимым. Человек виден всем. Но это не дает ответа на вопрос, почему можешь видеть меня. Откуда у тебя этот дар смертный? И поскольку у тебя нет ни малейшей гребаной идеи, я думаю, ты мне не сильно и поможешь. И нам лучше оставить все как есть. Я просто буду игнорировать тебя как аномалию и прекращу себя изводить. Я ничего не помню из того, что я только что сказал. Типичный смертный. Че там? Что если тебя просто игнорируют? Невозможно. Это бы означало быть, что все эти смертные должны были точно знать точно, когда я очень упорно светоотачивался и выводил в состояние пропадания. А потом одновременно решали меня игнорировать. Это просто, ну, какой-то идиотизм. Единственным логическим объяснением я действительно стал невидимым для них. Почему ты называешь пропаданием? Мне понравилось, как это звучит. Пропадание, пропадание. Разве ты не слышишь всего великолепия? Нет? Ладно, неважно. Пока. Ну, вон афиг. Отбеливатель в основном стоит вода воды, и мы в основном состоим из воды. Мы отбеливатель. Ёптвою мать, какие-то хмурый мужчина. Может, он мне что-то расскажет. И, приближаясь к этому мужчине, в попытке начать разговор, он реагирует взглядом, а затем поворачивает воруну от вас. С его лица не сходит кислая мина, от чего кажется, что постоянно зол. Так или нет, мы по-прежнему не уверены. У меня вспунчик, у меня есть несколько вопросов. Он смотрит на вас пару секунд, затем всё-таки решает ответить. Мне плевать, как тебя зовут, Зонар. Как на твои вопросы. Иди, доставай какого-нибудь другого. Ладно. Пофигу, до свидания. Я уже так устал со всеми ними разговаривать, если честно. Человек в броне, рабочий литейный. Оставь меня в покое. А, кашляет. А дверь эта вообще не открывается. Если я у неё в камеру, какую-нибудь способностей. Что-нибудь изменится. У меня не только зазлились, что я камеру сломал. Слушайте, я не знаю, что мне делать. Я к тому сходил, он тоже ничего нового не сказал. Походу, чтобы к ним присоединиться, надо какие-то... На биологию или что-то. Того. По способностям показываю тоже. Боже, где-то ещё их надо найти. Поговорить с ними. Давай ещё погуляем по остальным местам. Путешествовать по метру мне не надо. В литейный, может быть, съездить. Там ничего не знаю. О, отмычка. Там что-нибудь я вижу. Я просто действительно потерян. Пиздец одна в опасности. Я слабак ещё тот. То есть мне надо как-то очень сильно проапгрейдиться, чтобы начать их убивать. Ресурсы у меня начинают кончаться, того, что тех я обливал только с помощью гранат. Что делать дальше? Ладно, тогда на этом всё. А дальше я пойду попутешествовать. Если я ничего не найду и ничего не смогу сделать, то присоединюсь к всем чувакам. Мне ничего просто не остаётся. А сейчас подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо за просмотр. Пока. Пока. Продолжение следует...